Зубоврачебная полуклиника Что значит неправильно? Все такие грамотные стали Что? Я грубо разговариваю? Гражданин, я не могу каждому объяснять, что у нас именно полуклиника Да, так как вторая ее половина пока законсервирована Ой, как мне все надоели Кто там следующий? Тише, тише Пожалуйста, в очередь Нет, наша стрекоза просто рождена для регистратуры Каков тон? Какая осанка? Да, да, удильщик Я сделал удачный выбор Ну что ж, начинаем работать Открываю очередное заседание Комитета охраны авторских прав природы Коап, коап, коап Коаповцы Зубы играют в нашей жизни особую роль Я имею в виду тех, у кого они есть И я счастлив, что наконец-то у нас налажена врачебная помощь зубовладельцам Наш долг сделать полуклинику Коапа Образцовой Удильщик Да, я здесь Как у нас обстоят дела с зубоврачебным оборудованием? Хорошо, мой обожаемый председатель Хорошо, я бы даже сказал блестяще Я ведь рассудил так Хорошо, хорошо, подробности потом Уважаемая стрекоза Да Врачи уже пришли Врачи не приходят, а прилетают Да, да, милый кошелот У людей даже есть такая известная картина Врачи прилетели Ой, ой, вон они, вон они летят Попугай И с ним еще двое Смотрите, действительно летят попугаи Приветствую, приветствую вас, сотрудники Коапа Чрезвычайно рад видеть вас в добром здравии Познакомьтесь, это мои ассистенты Дятел Кривоклюв из Новой Зеландии Очень, очень У нас бригадный метод Дятел выстукивает зубы Я выдираю, простите, удаляю Кривоклюв держит их своим клювом Изогнутым в виде кривого пинцета Ага, а значит, ему специально Свернули клюв вправо Да и что ты, удильщик Кривоклюв-то На морском берегу живет Он разных личинок Из-под камней вытаскивает Вот прямой-то клюв Попробуй-ка под камень-то засуну У вас замечательные инструменты, доктор Но и оборудование я вам достал не хуже Прошу сюда Дятел Кривоклюв, начинайте прием Я сейчас подлечу Слушаю вас, голубчик Видите ли, я рассудил так Люди используют в науке и технике Изобретение живой природы Они даже создали для этого особую науку Бионику И это И это дает нам моральное право В свою очередь использовать Изобретение людей в нашей практике Так? Разумная мысль Разумная, конечно И вот вам живой пример На этом сучке Висит вниз головой Универсальная Зубоврачебная установка Новейшая модель Дорогая установка Расправьте, пожалуйста, крылья Да, это же обыкновенная летучая мышь Для вас, Рак А для нас, врачей Это генератор ультразвука Не правда ли, удельщик? Ну, конечно, доктор Рак просто забыл Что летучие мыши Ориентируются с помощью Ультразвукового эхолокатора Как и наш председатель А в руках зубных врачей Ультразвук Универсальное средство Ультразвуковая бормашина Сверлит только твердую часть зуба Не затрагивая нерв Так сказать, не действует больному на нерв Вот, вот, совершенно справедливо Есть и ультразвуковые щипцы Их изобрели ленинградские медики Эти щипцы вибрируют А вместе с ними вибрирует и зуб От этого сила сцепления корня С окружающей тканью Резко уменьшается И зуб вытаскивается совсем легко Словно морковка из грядки О, господи! Но это еще не все Под влиянием ультразвука Ранка заживает намного быстрее Скажите, пожалуйста А хватит ли у летучей-то мыши На все это ультразвуку-то? Уж больно махонькая она Да, сова, генератор у нее маломощный Но если понадобится, я ей помогу Я буду генерировать по совместительству Я, я готов генерировать для вас Круглые сутки без выходных Если вы... Если мы вылечим ваш единственный зуб Дорогой Нарвал, так? А вот это зуб, так зуб Метра три в длину, не меньше И острый какой-то еще витой Нет, нет, уважаемый кашалот Лечить мой зуб не надо Он совершенно здоров Иначе на него не посягала бы моя жена Как это посягало? Умоляю, убедите ее не делать этого Что же вы говорите, Нарвал? Как жена может посягать на ваш зуб? Жена может все Абсолютно, абсолютно все Понимаете, природа распорядилась так, что самым большим в мире зубом обладают только нарвалы мужчины А наши прекрасные дамы вообще лишены зубов Ну так это может быть и хорошо Довольно странная ситуация Если учесть, что нарвалы принадлежат к зубатым китам Да-да, так зубы ей, собственно, и не нужны Мы, как и все зубатые киты, пищу не пережевываем, а сразу глотаем Удерживать или разрывать добычу нам тоже не приходится Мы ведь питаемся небольшими кальмарами Ну, конечно, большие и даже гигантские кальмары входят в меню кошелота Да, но с некоторых пор в жену словно бес вселился Услышала, будто бивень Нарвала намного дороже золота Во всяком случае, уважаемый Нарвал, когда-то за него отдавали целое состояние Да-да, так вот, жена вбила себе в голову, во что бы то ни стало вставить себе такой зуб Ведь тогда она станет первой в мире Нарвалихой с бивнем Я ей говорю, да как ты будешь таскать такую тяжесть? Бивень-то мой, наверное, около пуды весит А она твердит свое, вставлю и все тут И что же, что же она хочет? Чтобы вы удалили свою бивень и отдали ей? А где же еще она его достанет? До того меня довела, что я бы уж отдал и уплыл, куда глаза глядят Да нельзя, жена без меня дышать не может Извините, в каком смысле? В самом прямом Дело в том, что из всех китов мы выше всех на север поднимаемся Даже до полюса доходим Бывает нагрянет стужа, все вокруг замерзнет Ни одной полыньи Тогда я с помощью своего гидролокатора Подыскиваю участок, где лед хоть немного потоньше Разгоняюсь и бум Бум, бум Долблю бивнем, словно тараном Пока не пробью отдушину Через нее вся семья и дышит Отдай я жене бивень, разве она с этой работой справится? Вон оно что, тяжелую-то работу жену бережешь По правде говоря, я бы и в чистой воде не рискнул доверить ей такое оружие с ее-то характером Ну, конечно, хотя бы Думаю, вы меня поймете, когда с ней познакомитесь А где она, ваша жена, дорогой Нарвал? Вот, вот, слышите В регистратуре Сцепилась там с одним из очередей Дорогая Да? Оставь его, он уже давно молчит Ну и что? По-твоему, и я должна молчать? Поразительная публика Объясняешь им Я из рода Нарвалов Из семейства Дельфиновых Оно в родстве с семейством Кошелотовых Неужели родственница Кошелота Должна стоять в очереди, как все Нарвалюша, милый Ну, успокойся Тебя же, в конце концов, пропустили Пропустили А то, что мне пришлось выдержать, не в счет С моими нервами Разве ты не слышал, что мне заявил этот субъект Ну, он только заикнулся И довольно робко, что тоже Ну, продолжай Пусть все послушают, что он тоже Ну, он тоже из дельфиновых Его зовут Лаплатский дельфин Однако он ждет своей очереди Оценили? Оценили юмор? Полутораметровый дельфинчик Весом в 30 килограммов Притом, заметьте, даже не морской А речной И он, видите ли, тоже родственник Кошелота Ну, ведь это правда Что правда? Он думает, что если у него почти 300 зубов больше, чем у любого другого млекопитающего Значит, он ровненом, нарвалом Не да такое он нарвался Да, у меня ни одного зуба А у Лаплатского дельфина 272 Но я бы их и даром не взяла Вот ты, кусенький, иголочки Смотри, Кенышки, фух А ты, 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 конечно, в своем репертуаре Мямля В тебе две тонны весу Один твой зуб вдвое длиннее всего этого дельфина за мухрышки И ты не мог заставить его заболчать Но ведь он не сказал больше ни единого слова Он вслух не сказал А про себя Ну, ладно Ты уже договорился насчет бивня Уважаемая нарвалиха Ваш муж буквально умолял нас удалить у него зуб и вставить вам Вот, вот, только учтите У него бивень слева верхней челюсти А мне вставьте в нижнюю справа Ага, вот сюда, да-да Естественно, было бы странно, если бы вы не сделали все по-своему Дорогая нарвалиха Мы обязательно выполним вашу просьбу Но Но, когда вступит в строй Вторая половина нашей полуклиники А пока у нас только лечат зубы Подождать сталки придется Но как только вторая половина откроется Мы вас примем первой Первой? Первой О, это хорошо Тогда до скорого До скорого Всего доброго До свидания Смотрите, я верю вам на слово Я вообще такая доверчивая Всего доброго До свидания Огромное спасибо вам, Куаповцы Через неделю она увлечется чем-нибудь другим О бивне и думать забудет Да, я совсем забыла Это ваша медсестра Стрекоза Когда заполняла в карточке графу число зубов Сравнила меня с жабой Так и сказала Как у жабы Я поставлю ей на вид Не волнуйте только А по-моему Стрекоза не сказала ей ничего обидного Ведь у жаб В отличие от лягушек Действительно нет зубов Как и у нарвалихи Доктор Доктор Там звонит крыса Требует, чтобы ей прислали зубного врача на дом Что ей ответить? На дом? Это за какие такие заслуги? Ну, она утверждает, что у нее какие-то особо ценные зубы Которые применяются в промышленности А, очевидно, крыса имеет в виду конструкцию своих резцов Наружный слой у них самый твердый Второй слой чуть помягче Третий еще мягче и так далее Мягкие слои стираются быстрее И поэтому резцы всегда острые Вот-вот крыса и говорит Что инженеры сделали для токарных станков Какие-то многослойные резцы И они сами затачиваются Но почему крыса уверена, что мы взяли за образец именно ее зубы? У других грызунов резцы устроены точно так же Да-да, а то, видите ли, заслуги у нее Доктора ей на дом подавай Да, но крыса предупредила, что в случае отказа Она прекратит работу зубами А когда грызун не грызет что-нибудь твердое Зубы у него сильно вырастают и даже завиваются в спираль Крыса тогда не сможет есть Оно еще нам угрожает? Какая наглость! Слушайте О, там еще одна наглая особа Она, видите ли, из-за боли забыла свою фамилию и адрес А как я могу без этого дать ей талончик на прием? Действительно А как это можно? Штрекоза запомните С острой болью пропускать вне очереди Хорошо Фамилии и прочее потом Сначала надо помочь Так, где больная? Где больная? Что такое? Вот это рыба А-а-а! Я ее знаю! Я ее знаю! Ее зовут Зубатка Адрес Баренцево море Доктор! Что такое? Ой, доктор, пожалуйста Что такое? Ой, врагу своему не пожелаю Не вздохнуть А не охнуть Не чихнуть Ну, успокойтесь, голубушка Прилегте вот в это кресло Вот так Вот так Срочно нужно обезболивающее, срочно Сейчас, сейчас я включу музыку Музыку? Как это музыка? Зачем музыку? Да-да, музыку Это последнее слово обезболивающей техники Ученые обнаружили, что музыка отвлекает от боли От боли отвлекает? Да-да Дайте, дайте что-нибудь плавное, лирическое Ну, например, старинный романс Хорошо? Хорошо Ах, зачем ты весной Мне с распухшей десной Заговаривал зубы Ах, зачем, ах, зачем Ах, зачем, ах, зачем Ох, утихла, болезная Глядите, какая жизнь заснула Да Сколько раз я говорил, зубатки Зачем вы разгрызаете такие крепкие раковины И вот вам результат Послушайте, больная уснула Кто это стучит? Это дятел Начал прием Гляньте-кася В кресле-то у него акула Акула? А почему дятел выстукивает ей бока? Он же зубной врач Почему, почему? Бока выстукивать не так опасно Вы вот сами рад полезли бы в акулью пасть Да не в этом дело, мартышка Не в этом дело Вы что, не видите? Дятел Выстукивает наружные зубы Ими усеяна почти вся кожа акулы А-а-а Да-да-да-да-да Это самые, это самые настоящие зубы Сверху зубная эмаль А под ней дентин Все как положено Наверное, у акулы так много зубов Что все они не поместились в пасть Как раз наоборот, мартышка У акульих предков зубы появились сначала снаружи Они образовались из чешуй Которыми покрыта кожа рыб Так что и наши зубы происходят от рыбьей чешуи Так считают ученые Да-с, да-с, голубчик Вероятно, в те древние времена было приятнее работать Зубы снаружи, на теле Это же мечта Какой прекрасный обзор Какой свободный доступ к каждому зубу Ну, тис, посмотрим Этот здоров, этот тоже и этот Ну что ж, в здоровом теле здоровый зуб А вот этот-то придется сверлить Бормашина к вашим услугам, доктор Я ее принес с собой Вот, возьмите Морской моллюск, камнеточец По имени Литофага Он высверливает свои норки в прибрежных скалах Причем отверстия делает идеально круглые Ой, дайте я посажу его акули на зуб Удильщик, вот спасибо Пожалуйста, пожалуйста Ну, за работу, дорогая бормашина Смотрите, Литофага высунул из раковины ногу Зацепился за зуб Ну, и что будет дальше? Ой, ой, он начал крутиться вокруг ноги Словно фальс танцует Ла-ля-ля-ля-ля-ля Ой, я поняла, поняла, поняла Поняла, как он сверлит Глядите, глядите У него на раковине множество мелких зубчиков Ими он и соскребает Слой за слоем камень То есть он в данном случае зуб И сколько же времени ему нужно соскребать? Ну, я думаю, за несколько недель управится. Ну, а в дальнейшем я рассчитываю повысить скорость его вращения до 300 тысяч оборотов в минуту. Как у замечательной бормашины, построенной чехословацкими инженерами. Но это в будущем. А сейчас, выходит, акула должна терпеть несколько недель. Ничего она не будет терпеть. Сейчас я применю суперновейший метод обезболивания электрическим током. Он называется так. Где ток, там и шок. Сейчас вы сами убедитесь. Электрический уголь! Вы ползаете из озера! Скажите, ваши электрические органы заряжены полностью 800 вольт нутис, прикоснитесь к пациентке. Ой! Ну, да, ну и метод. Акула в обмороке. Электрошок и полная потеря сознания. Прекрасный метод. Мне как раз нужно осмотреть эротик. Помогите его открыть. Так, так, мартышка. Да-да. Прошу вас, вставьте на всякий случай распорку. Сейчас, вот так, да? Доктор, извините, я опять к вам. Что делать? У нас нет детского отделения, а там землеройка привела землеройчонка. У него болят зубки, и он из-за этого теряется. То есть как теряется, стрекоза? При чем тут его зубки? Ну, как это при чем? Землеройки водят своих малышей в густой траве зубным методом. Один землеройчонок держит в зубах мамин хвост, второй вцепляется зубками хвостик первого, третий хвостик второго. Так они и бегут цепочкой. А этому малышу трудно вцепляться зубками в хвостик братца. Он его все время выпускает и теряется. Я его сам осмотрю, только немножко позже, когда закончу трансплантацию. Трансплантация, какое чудесное слово! Это верно. Хотелось бы только знать, что оно значит. Применительно к зубам, удильщик, трансплантация означает вот что. Зуб удаляют, пломбируют, потом вставляют на прежнее место, и он приживается. Совершенно верно. По принципу старый зуб лучше новых двух. Смотрите. Один, второй, третий, десятый. Вот это темпы. Как вы удалите акули все зубы? Но их же несколько тысяч. Вот именно. Искать среди них больные я буду в более спокойной обстановке. Так, теперь положим зубы пока на эту полочку. Зубы на полке. Я всегда был уверен, что это выражение надо понимать в буквальном смысле. Зубы, зубы, все до единого. Страус, Страус, в чем дело? Идет прием, а вы врываетесь с криком. У всех до единого врача, умоляю вас. Господи, он не слушает. Откуда он взялся? Так из Австралии швестим. Это Страус ему. Умоляю вас, ради детей, горе мне. Вы спросите, кто я такой? Я несчастный отец. Вы спросите, почему? Так посмотрите на моих детей. Ой, какие очаровательные Страусетка. Ну, слушайте, у вас прекрасные малютки. Веселые и здоровые. Да нет, что вы говорите? Здоровые. А зубы? Вы мне можете сказать, где их зубы? Нет? А я могу. Сегодня утром они выпали, чтобы не сойти мне с этого места. По-моему, он сам нездоров, сумасшедший какой-то. Где это видно, чтобы у птиц были зубы? Да, более-то много знаешь, Рак. У взрослых-то птиц зубов нет, это верно. А вот у птенечков-то зубик-то беспременно бывает. Яйцевым он прозывается. На кончике клюва острый такой бугорок. Это, чтобы, значит, скорлупу яичную сподручно было вскрывать, да на свет божий выбираться. Слышь, папа, слышь, ты успокойся. Яйцо это зуб. У птенцов завсегда выпадаете. Он потом уж и это за ненадобностью. У пингвинов и дров. Через неделю. А вот у других-то, ух, прямо через несколько часов. Ой, Сова, Сова, вы меня так успокоили. Пусть будут мои дети беззубами, как и их отец. Не в зубах счастья, лишь бы были здоровенькими. Дети, пожелайте счастья этой доброй тёте. Много-много вам счастья, тётя Сова. Не сойти нам с этого места. Ох, и смех игре. У страусов-то, ему, детишка-то отец нянчить. А мужчина, вон что же, он и есть мужчина. Ничегошеньки в этом деле-то не смыслить. Дорогая Сова, вы не правы. Страусята производит впечатление чрезвычайно воспитанных ребят. И с этой точки зрения... Простите. А где зубы акулы? Где зубы акулы? Только что, только что вот на полке-то были. А теперь, все, глядите, спух, спух. Так, проворонили. Не проворонили, Рак, а просто раусятили. Я видела, как страусята возле полочки крутились, но не придала этому никакого значения. А теперь мне ясно, они их проглотили. Проглотили? Какие у вас свои зубы? Ох, страуса ещё и не то глотают. Вилки, расчёски, гвозди. А что вы все так сполошились-то? По мне, пусть хоть все акулы без зубов останутся. Я не заплачу. Зато люди могут заплакать, мартышка. И кое-где уже плачут. У берегов Австралии акулы истребили, а в результате расплодились осьминоги и съели почти всех устриц. Тогда люди поняли, что акулы приносят пользу. Полезна акула или вредна? Для меня она прежде всего пациентка. Она мне доверилась, и я должен вернуть ей зубы. Это вопрос врачебной этики. Надо срочно догнать страуся. О, легко сказать. Страусы бегают со скоростью до ста километров в час. Из всех коаповцев только гепард мог бы их догнать. Но, увы, его нет. Да, гепард в Африке выполняет спецзадание. Он должен доставить слоновую кость для искусственных зубов. О, искусственные зубы. Как же это я так сразу не подумала. Все, выход найден. Какой? Так, так. Одна моя знакомая обезьяна на этом деле зубы съела. Это бабуин. Он работает грузовиком в зубпротезном институте. Обезьяна работает гружевиком? Да нет, Джерак, не грузовиком, а грызовиком. Он там ведет очень важное исследование. Уже три года непрерывно грызет. Так сказать, грызет гранит науки. Да нет, орехи, кости. Ученые вставили ему искусственные зубы. И бабуин испытывает их прочность. А зубы, знаете, из чего? Из новой специальной пластмассы. Как говорится, пластмассы в массы. Гепарки, ну, наконец-то. Вы принесли слабовую кость. Знаете, это непостижимо, но я обегал всю Африку и не нашел ни единого бивня. То есть, как это? Ну, не расстраивайтесь, мой любимый председатель. Я случайно выяснил, что в Англии и Австралии овцам вставляют зубы из нержавеющей стали. А в Канаде и Финляндии коровам. Ну, конечно, тем, кто в этом нуждается. Полагаю, что можно договориться и насчет других животных. Да, вот еще. В зоопарке южноафриканского города Притория вставили два зуба пуми взамен сломанных. Птица-секретарь. Отправьте телеграммы молнии в вышепоименованной страны. И бабуину-грозовику тоже. Боюсь, это долгая история. Пока прореагируют, пока пришлют ответ. Я так рассчитывал на слоновую кость. Послушайте, гепард. Да. Ну, а куда же она все-таки делась? Тысячи лет по Африке бродили несчастливые стадо слонов. А ведь слоновая кость, это материал, можно сказать, вечный. Доктор, доктор, там пришла школьная экскурсия. Дикобразиха с дикобразятами. Пропустить их или нет? Они ничего не проглотят. Скорее, сгрыжут, доктор. Дикобразы перекусывают даже толстую проволоку. Ага. Они, кажется, не стали ждать разрешения. Здравствуйте. Здравствуйте. Нет, что это такое? Экскурсия? Что здесь, по-вашему, музей? Дети, что здесь по-нашему? Можно я отвечу? Можно я отвечу? Спокойно скажешь ты. По-нашему, это зубоврачебный кабинет. Сюда попадают те, кто ест много сладкого. Правильно. А что еще мы знаем о зубах? Ну-ка, вспомните. Прошу тебя. Можно я? Пожалуйста. У новорожденного дикобразика 8 зубов, у двух новорожденных 16, у трех... Хватит, хватит. А какую песенку о зубах мы разучивали? Ну-ка, споем. Теперь я. Оранжевые зубы, оранжевые зубы, оранжевые зубы, оранжево грызут. Оранжевые зубы? Странная песня. Чему их там только учат? Дети, почему мы так поем? Можно я? Прошу. У дикобразов и бобров зубная эмаль не белая, а желтая или оранжевая. Лично у меня оранжевая. Вот, смотрите. Эх, ну гляньте, что образование-то делает, ишь ты, ох, и все-то не знает. А ну-х, кто скажет, куда слоновая кость в Африке подевалась? Можно я? Хорошо. Путешественников всегда поражало, что в африканских саваннах и джунглях нет бивней умерших слонов. Возникла легенда, будто слоны уходят умирать на таинственные и неприступные слоновьи кладбища. Лишь в нашем веке знаменитому охотнику-хантеру удалось установить, куда исчезают бивни. Их съедают наши родичи, африканские дикобразы. Хантер не раз это видел собственными глазами. О-о-о. Да, ну и закуска. Дети, какую роль в жизни дикобразов играет эта закуска? Во влажных тропиках. Спокойно, кто-нибудь один. Можно я? Прошу. Во влажных тропиках из почвы быстро вымываются минеральные вещества, поэтому ими бедные растения. Африканские дикобразы научились утолять минеральный голод за счёт слоновой кости. А за счёт чего доктор сделает теперь акулезубные протезы? Может, ваши ученики это знают, дикобразик? Конечно, знают. Конечно. Прошу. Доктор сделает акулезубные протезы за счёт её наружных зубов. Устами младенца глаголит истина. Нет, это какие-то гениальные дети. А мы-то, мы-то хороши. Идея буквально лежала на поверхности. Ведь наружных зубов у акулы много. И они ей не так нужны, как в пасте. Спасибо вам, дикобразики и вашей учительнице. Спасибо от имени Коапа. Друзья мои, из этой истории с акульями зубами мы должны сделать соответствующие выводы. А я знаю, дорогой Кошелот, о каких выводах вы говорите. Вывод первый. Дети изобретательнее взрослых. И вывод второй. В затруднительных случаях нужно советоваться с детьми. Да, разве мы не советуемся? Вон сколько советов присылают нам юные бионики. Да, вот я хочу дать совет юным бионикам. Пожалуйста, не забывайте сообщать нам свое имя, адрес и возраст. Мы вас очень просим. Закрываю заседание Коапа. Коап! 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 Вы прослушали передачу «Коап. Репортаж о событиях невероятных». Запись 1979 года. Дорогие ребята, напоминаем, что Кошалот и все коаповцы с нетерпением ждут ваших писем. Присылайте вопросы о животных, свои наблюдения за ними, опишите случаи, когда звери, птицы, рыбы, насекомые ведут себя необычно. Коаповцы с удовольствием используют ваши рассказы в рубрике «Загадки природы». И, конечно, начальник бюро патентов РАК будет рад получить от вас новые проекты машин и приборов, действующих по принципу живых организмов. Наш адрес – 113-326, Москва, радиостанция «Смена. Коап». Нам остается сообщить, кто готовил для вас эту передачу. Автор – Майлен Константиновский. В передаче принимали участие Кошалот – артист Михаил Погоржевский. Человек – артист Константин Устюгов. Стрекоза – артистка Юлия Юльская. Удильщик – артист Борис Иванов. Мартышка Исова – артистка Зинаида Нарышкина. Гепард – Ирак. Артист Сергей Цейц. Попугай – истраус Эму. Артист Борис Левенсон. Зубатка – артистка Ирина Карташова. Дикобразиха – артистка Людмила Шапошникова. Дикобразики – артистки Анна Горюнова и Людмила Гнилова. Нарвалиха – артистка Нина Гуляева. Нарвал – артист Вячеслав Невинный. Режиссер – Владимир Иванов. Редактор – Валентина Ядрова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова